Всем привет, дорогие друзья! Буду варить суп из чечевицы для старшего сына. Он попросил меня. Для нас суп с клёцками, а ему сварю суп из чечевицы. У меня здесь вот уже лук, морковь варятся. Сейчас высыпаю чечевицу, кладу сюда картошку и всё. Супер вкусный суп будет готов. Ну и бульон у меня мясной. Получился из красной чечевицы, прекрасный, душистый. Сварился быстро, всё супер. Сварила ещё компоты ему с собой в банку. Налила, сейчас он будет готовить. Это дело для транспортировки. Так, транспортировать будем вот в таком виде. Это нас баблю бы научила. Сейчас он несколько раз так вот замотает и в кастрюлю отвезёт всё себе. Ну и можно ехать, практически не переживая за то, что там... Ничего не вылится. Вылится, не вылится, нет, ничего не выливается. Технология проверена временем. Да, уж точно. Я ему говорю, давай суп с клёстками сварю. Нет, мам, хочу гороховую. А мы вот только съели гороховую. Поэтому сварила одну кастрюлю с клёстками. Сварила ещё суп с клёстками. Всё, мальчишки уже поели. Вкусно говорят. Доваривается булгур. Ну вот, зарубили перепёлочек. И одна у нас выбилась прям в каком плане? В плане размера. Смотрите, какая мощная куряка прям. Мы её взвесили с потрохами. Она весила 440 граммов. 440 граммов. Это впервые в жизни. Второй раз в Саратове такая ложь, что у нас выросла. Из перепёлок. Вообще суперкрутая штука. Сейчас мы её взвесим на весах уже без потрохов. Перепёлка. Рикардсменка. 376-377 граммов чистого мяса. Уже распотрошённая. 4 штуки. По идее, здесь должно быть 2 килограмма. Может быть, даже больше получится. Так крупненькие они. Отпадные, классные. А когда-то начинали с перепелов. Японский перепел у нас был первый. 100 граммов тушка была. И сейчас какие, да? Есть разница? Да, конечно. Много мяса. Мясо вкусное. Классно. В 3 раза. В 2,5-3, а некоторые вот уже больше, чем в 4 раза. Не больше, но в 4, да. Ну, ещё вот нам 3-х курбройлеров сегодня забить. Иди попробуй. Красота. Друзья, знаете, чё? У меня клыка тут болит. Качаетесь, что ли? Да нет, просто болит. Вот так я беру, так. Значит, скоро выпадет. Ты у нас чё, первоклассник, что ли, Вань? Только первоклассники без зуба. Всё, пора уже зубов менять. Всё же. Старый зуб. Надо нового менять. На нас тут необычная закладка. Рассказывай. Будем пробовать. Никогда в жизни не воспитывали, не выводили мы уток. Вот это яйца уток. Вот ещё 13 штук. Крупное яйцо. Да, и утка должна быть крупная. Ну, ты положи куриное в сравнении. Ну, вот. Ну, мне куриное, да. А утка называется как? Я вот даже что-то сразу не запомнил. Как они есть? Мускусные. Мулатки какие-то. Муларды. Муларды, вот. Точно. Муларды. А это у нас... Знаете, кто? Это индюк. Хайбрид конвертер. Из Канады яйца приехали. Ну-ка, давай-ка людям покажем. Вот. Печать. Минимум 25 килограмм чистого мяса должно быть в одном индюке в таком. А то и 30. Бывает и больше 30. Это они что же, из Канады за два дня прибыли? 10 числа яйцо снесено, что ли, получается? 10.04. А сегодня 12 апрель, день космонавтики. И через два дня они у нас уже в руках. Видишь, как быстро все. Так вот, свежачок. Будем их сейчас укладывать и инкубировать. А это что у нас? Кура? Это у нас так называемые цветные бройлеры. Это галашейка. Несмотря на то, что яйцо мелкое, курица должна быть очень крупная. Она, ну, чуть-чуть поменьше, чем обычный наш бройлер КОП 500. Если тот за два месяца два килограмма чистого мяса, это где-то полтора будет. Ну, то есть тоже, как бы, в сравнении с обычными курами, это тоже много. И они якобы прям вот вкуснее-вкуснее намного, чем КОП 500 или там рост 308. Ну, надо, вот решил попробовать его вот немножечко. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, 15 штук вот я взял. Не знаю, сколько вылупится. А цены расскажи на яйца. Сколько яйцо стоит? Интересно. Ну, вот эти вот индюки, конечно, дорогущие. Ну, сколько? Ну, почти 130 рублей яйцо. Почти чуть поменьше. Разве 130? А это утка, что ли, 168? Ну, надо посмотреть сейчас взять. Сейчас я, может, что-то напутал. Вот эти вот 27 рублей яйцо стоит. Это обычно не сушка. Ломан Браун. Сейчас. Погодите. Не уходите. Сейчас я принесу телефон. Ну. Ну, еще наврал, короче. Все наврал. Ну, не все. Индюк 167 рублей одно яйцо. Вот, даже говорю. 167, одно яйцо. Муларды. Ну, что-то порядка 60 рублей. Что-то здесь я-то не вижу. Грубо говоря, 60 рублей одно яйцо. Так, и вот эти галашейки. Галашейки. 45 рублей. Что-то какое-то одно яйцо трещинка было. Сказал бы я в клей найти специально. Да, вот там одно яйцо было. С мелочкой трещинкой. Где-то здесь. Будем эксперимент экспериментировать. Тут вообще будет суперэксперимент. Вот тут трещинка. Ну, продавили при транспортировке. Да, клеем заклеить надо. Короче, у всех у этих яиц разные режимы инкубации. Я иду на эксперимент. Все свалю в одну кучу. Ну, единственное, понятно, у них тут уж никуда не денешься. У всех разный период инкубации. Куры чуть поменьше. Утки подольше инкубируются. То есть, перед вылупом. Ну, сейчас запишем. В нужный день будем выхватывать яйца. Чтобы они не вылупили здесь все и не перевели. Ну, у нас инкубаторов специально, ну, как раз для этого предусмотрены инкубаторы. У нас есть выводные. Но самое главное, вот, та же водоплавающая птица, у нее режим инкубации другие. То есть, у них немножко другая температура, немножко дольше охлаждение должно произойти. А зачем же ты так будешь? Вот я хочу испытать наш инкубатор, который мы все хвалим, хвалим. Ты представляешь, если там все выведется, как положено. А если не выведется? Ну, как это не выведется? Пока я ходила, заклеим. Саша нашел информацию про мулардов. Что это за муларды такие? Будешь клеить, давай рассказывай нам всем. Муларды это такие утки. Межвидовой гибрид. Получаем при скрещивании селезней мускусных уток. Читаю, потому что я утками никогда не занимался. Никогда у нас не было уток. Это вот впервые вообще у нас утки. И вот начали вот с таких вот гибридов. Короче, скрещивают селезни мускусных уток. Знаете, да? Это вот их индоутками называют. У них такая штука. С домашними утками пород. Пекинское белое, арпингтон, руанское и белое лье. Кстати, арпингтон вообще что-то странное. Это я с роду у кур была порода такая, арпингтон. Ну, не знаю. Ну, показывай, что делаешь. Вот капельку клей сюда сейчас налью на это место. А что это за клей такой волшебный? Ой, это из советских времен. Многие, наверное, знают, был такой клей. Да он продавался в юном технике, я не знаю. Что хочешь, можно было клеить. Но он и раньше тоже был, в том числе и для медицинских целей. Ранки можно заклеивать им. А это мы в аптеке покупали. Вообще, мало кто знает, насколько это классный клей. Во-первых, он клеит все на свете. Можно просто клеить бумагу, там, картон. Он универсальный, в принципе. Также, ну, много чего можно склеить. Ну, он не особо, конечно, прочный там какой-то. Ну, вот. Момент, ты же яйцо не наклеешь? Теоретически возможно, но в моменте я точно знаю, там ядовитые вещества есть. А это не ядовитый клей. Смотри, тут состав есть. Прочитай. Активное вещество, фенолформальдегидная смола, лак. Вредная, да? Фенолформальдегид. Но с другой стороны, это сильное обеззараживающее вещество. Раствор для наружного применения, спиртовой. Ну, понятно, глотать-то не будешь. Короче, сейчас расскажу, как я его использовал в детстве. Потому что я не знаю, откуда я такой рецепт делал. Смотри, яйцо вообще без этого не подписано, ничего. Левый какой-то подсунули. А, фиг с ним. Короче, берем гирлянду и хотим, чтобы она у нас была цветная. Лампочки. Берется клей БФ6. Добавляется туда, он же на спиртовой основе, он спиртом растворяется. Более жидкий можно сделать. Берем ручку, берем из нее пасту, синюю, например. Выдавливаем туда, перемешиваем. Если густовато, то спиртом разбавляем. Берем другую, красную ручку, берем зеленую ручку. И вот пасту туда добавляем. И получается классная краска для лампочек. Лампочку туда окунаешь, зажигаешь, она нагревается, быстро высыхает. И очень прочный такой клей получается, разноцветные лампочки. Раньше не было этих китайских. Ну и сейчас, кстати, тоже можно и светодиодную лампочку так покрасить, я считаю. И галогенные лампочки можно красить. Раньше мы паяли сами, брали проводки, брали лампочки и паяли гирлянду прямо на елку. Лампочки были не цветные же, вот можно было их так раскрасить. Вот. Ну сейчас тоже есть гирлянды чисто белые вот продаются, да? Можно вполне с ребенком сесть и раскрасить лампочки. Они будут цветные, будет классно, красиво. Почему нет? Че дел, то не хватило. Ну где губки-то? Газет. Вот у меня губки. Я не эти имела в виду, а посудные? Посудные, посудные, наверное, держишь. Я покупаю, покупаю. Я чуть-чуть взял. Складываю, складываю, я же люблю, чтобы у меня много их было. А он меня отбирает, отбирает. Да я чуть-чуть взял-то, че ты? Еще фельдиперстовые все забрал. Да где? Эти фельдиперстовые. Это обнагновенные. Фельдиперстовые. Обнагновенные. Тоненькие вон, да. Понятно, как можно губки еще использовать? Не можно, а нужно. Это вот в посуду ты там все моешь. Это, ну, не задокументированная опция. Запустим? Давай. Трем, трем. Трем, трем. Главное, вовремя выдернуть их потом. Ну, если запишешь, будешь следить, то выдернуть. Вон сколько у нас там добра. Жидрики будут мелкие. Пипик, пипик. Только там 220? 220. 20. В кроссовках кататься. А залезет, смотри. Вынимай губки. Не хочет залазить. Не хочет залазить. Их плашмя класть, да? А места не принять. А мне бы ума не хватило так сделать, представляешь? Я бы сейчас бы яйца перекладывала. Звучит. Звучит. Тетелька в тетельку. Красота. Все. Закрываем. Набереваем. Записываем саму. Будет включим поворот. Записывать навыку. Спасибо. Записываем саму. Все. Записываем саму. Продолжение следует...